Друзья, всем привет! Вы на канале Теслаб. На этом канале мы разбираемся с автомобильным светом, чтобы выбрать для себя самые лучшие его образцы. И поэтому у меня сегодня праздник, я вам представляю лампу светодиодную, которая по всем своим характеристикам, габаритам, вот я сейчас вам показываю, по высоте, по размерам, она зайдет туда, куда зайдет галогенка. Галогенка зайдет везде, потому что под нее спроектированы, собственно, у нас все фары. И наконец-то в прошлое уходят все вот эти переходники, все расширители задних крышек, еще куча мест, где были действительно большие проблемы с установкой светодиодных ламп. И я очень рад, что прогресс в области светодиодных ламп привел к тому, что мы получили вот именно такую светодиодную лампу. Эта лампа называется Т7. Стоимость вы ее сейчас видите на экране. Это всего лишь 1284 рубля на момент съемки. Конечно, цена потом может измениться. Это очень недорого, и у меня просто не было выбора, чтобы не сделать обзор на подобную лампу. Конечно, производитель явно завысил параметры, написал 90 ватт, все, конечно, кто в здравом мире находится, все понимают, что 90 ватт с такой лампой даже близко выжить невозможно. Но что делать? Маркетологи захватили мир. Слава Богу, что сегодня у меня есть приборы, и мы посмотрим на реальные характеристики данной лампы, чтобы, как говорится, увидеть то, на что она способна. Но я вам, ребят, хочу сказать, это не первый образец подобных ламп, которые я держу в руках. Года полтора, наверное, начали ко мне поступать образцы, и подписчики также просили меня сделать обзор на лампы, которые имеют внутренний вентилятор и, собственно, повторяют габариты обычной галогенки. Но в чем была огромная проблема практически всех образцов, которые ко мне приходили? И почему обзоры таких ламп я раньше не выпускал? Смотрите, ребята, вот сейчас будет очень важный момент. Сосредоточьтесь. Смотрите, топовые лампы, которые я рекомендую всем для рефлекторных фар, являются лампами Philips. У меня даже под каждым видео, вот вы можете перейти, посмотреть, там специально есть топ ламп для рефлекторных, для линзованных, для противотуманок. Этот топ сделан для того, прям ссылками, сделан для того, чтобы мне не писали в личные сообщения постоянно, какую мне лампу поставить на этот автомобиль, какую на тот. Вот, как говорится, в этом топе находятся вот эти лампы, и их я всем рекомендовал как идеальные лампы для рефлекторных фар. Почему эти лампы идеальные? Смотрите, вот она лампа. Вот лампа Philips Altinon 9000. И идеальность ее как раз заключается в том, что смотрите на размер светодиодного чипа у данной лампочки. Как вы видите, он настолько мал, что таким светодиодным чипом, к сожалению, не могли похвастать никакие производители. Вот я взял лампу, то, что ставит большинство в ближний свет. Вы понимаете огромную разницу между светодиодным чипом. А размер светодиодного чипа, те, кто уже смотрит мой канал, они знают, кардинально влияет на ослепление встречных водителей и на четкость светотеневой границы. И вот огромная проблема образцов многих вот этих ламп, которые присылали мне, что у них был большой размер чипа, который, как говорится, заведомо даст плохую светотеневую границу, и никакого смысла в использовании в рефлекторных фарах у таких ламп с большим чипом нет. И что же, ребят, меня возбудило в этих лампах? А вот посмотрите, какой у них маленький размер светодиодного чипа. Да, корпус светодиода здесь достаточно большой, но именно светоизлучающий, так сказать, элемент сделан здесь по минимуму. Вот огромное спасибо инженерам. И, собственно, вот из-за этого данная лампа находится у меня сейчас в руках, и делаем мы на нее обзор, потому что она очень близка по размерам к лампам Philips. Вот посмотрите. И, ребят, с учетом, что вот эти лампы хороши всем, они всем хороши, кроме их цены. Стоимость там порядка 15-20 тысяч рублей, и не все гораздо за вот этот маленький чип отдать, собственно, вот эти 15-20 тысяч рублей. Поэтому, когда появилась такая лампа с стоимостью меньше, чем полторы тысячи рублей, с очень маленьким чипом, примерно по размерам уже что-то похожее на, так сказать, лампу Philips, у меня не было шансов просто, чтобы этот обзор не сделать. Потому что есть некоторые основания, что, может быть, у нас получится заменить эти лампы более бюджетным аналогом, причем намного-намного более бюджетным, и не сильно ухудшить свето-теневую границу. Соответственно, поэтому данные лампы у меня сейчас на тесте, и, собственно, с ними будем заниматься. Также, ребят, предвижу вопрос, люди скажут, вот, K5C Mini уже есть, или K8C, зачем нам вот это? Ну, ребят, вы просто посмотрите на размер чипа. Это K8C. И, как вы только что сейчас видели, ну, явно получается, что этот чип все равно меньше, и, соответственно, для меня это представляет огромный интерес, потому что, вот, возможно, эта лампа будет лучше для рефлектонных фар, чем вот эта. Собственно, чем мы сейчас и займемся, будем проверять все ее характеристики, смотреть, вставить в рефлекторные фары. Насчет линзованных фар, ну, сами понимаете, для линзованных фар, наверное, те, кто смотрит мой канал, уже знают, КПД лампы нужно выше, и шансов, что эта лампа подойдет для линзованной фары, конечно, гораздо меньше, потому что мощность лампы там нужна больше. А для рефлекторных фар, повторюсь, Philips ставит 18 ватт, вообще не парится, и они прекрасно светят. Соответственно, в рефлекторных фарах КПД LED лампы гораздо выше, соответственно, эта лампа прям очень-очень напрашивается именно для установки в рефлекторную фару. Здесь все для этого сделано. Здесь сделан маленький чип, и нам осталось только проверить, насколько ее характеристики реальные соответствуют тому, что написано в карточке товара. Ну и также сделать оценку качества свет-теневой границы в сравнении с этой лампой, и, соответственно, сделать уже выводы касаемо пригодности данной лампы. Все, предлагаю начать. Действительно, сейчас будем смотреть на реальные характеристики, и в конце видео сделаем выводы. Итак, друзья, первое я вам хочу показать. Давайте все-таки покажу характеристики лампы Philips. Вот она у нас. Сейчас подключу ее к лабораторнику, посмотрим реально потребляемую мощность на холодную, на воздухе. Лампа шуршала, загудела, и, как вы сейчас видите, 18 ватт вот в ней было. Даже 17,1 показывает прибор. Соответственно, очень холодные лампы. И теперь давайте уже подключим вот этот прекрасный образец, который у нас сегодня на тесте, и сравним по мощности с Philips. Итак, подключаем лампу Т7. Причем, ребят, я уже проверил. Смотрите, горит. Меняем полярность. Тоже горит. То есть очень удобно будет ставить, в том плане, что фишка так, фишка сяк, все загорается. Это вот прям шикарно. И давайте смотреть. Так, сейчас, секунду, я выключу. Еще раз включу. На холодную мы видим 25 ватт. 25 ватт, то есть с 90 ватт, давайте опустимся, как говорится, с небес на землю. 25 ватт на холодную. В принципе, это вполне-вполне меня устраивает, потому что здесь 17, там 18 ватт, вы только что видели. Здесь 25, и все пока вообще классно. Причем, лампа пока держит вот эти показатели. Она, конечно, начинает очень сильно жужжать. Вот, поднес к микрофону, должно слышно. Обороты увеличиваются. Сейчас подождем буквально, я думаю, что 3-5 минут, проверим, насколько система охлаждения, в принципе, рассчитана. Итак, друзья, включаемся. Вот прошло у нас уже 5 минут. Смотрите, мощность становилась на 22,4 ватта. Это пока вполне-вполне как раз согласуется, повторюсь, с 18 ваттами мощности от Philips. Здесь чуть больше, вполне нормально. Сейчас поставим, я думаю, что и лампу Philips, и нашу тестируемую лампу, фару от Duster. Вот здесь прямо написано. Она у нас как раз под аж седьмую лампу. Здесь нет торцевого колпачка, но габариты лампы такие. Вот у конкурентов, кстати, длина более длинная, соответственно, длина более длинная. И там могут быть проблемы с торцевым колпачком. У этой фары, в принципе, колпачка нету с завода, соответственно, поставить можно, в принципе, любой длины. Что мы, собственно, сейчас и сделаем. Поставим сюда именно испытуемую лампу и оценим светотеневую границу. Итак, друзья, давайте сейчас покажу светотеневую границу от обычной галогенки. Потом поставлю Philips, покажу, какая светотеневая граница на нем. И потом уже нашу испытуемую лампу. Вот я ее включил. Она максимально, как говорится, свет от тьмы отличается. И то, что надо, собственно. Это то, что надо, чтобы не слепить встречную. Все идеально, потому что галогеновая фара, галогеновая лампа, они рассчитаны для друга. И никаких, собственно, проблем нет. Давайте поставлю Philips и потом уже поставлю испытуемую лампу. Вот светотеневая граница от лампы Philips. Она немножко сместилась. Да, ребят, после установки любых ламп обязательно надо фары регулировать. Это нормально. Самое главное, что мы видим, что пучок остался примерно таким же, как и на галогене, за счет именно своего маленького светодиодного чипа. Все, давайте теперь ставить Т7 и смотреть, что будет там. И, в принципе, ребят, в принципе, я вижу достаточно хорошую яркость. И светотеневая граница очень близка. Она действительно близка к тому, что мы видели на лампах Philips. Вот. Это такой был, так сказать, визуальный осмотр. И еще момент. Светотеневая граница. Вот она сейчас при использовании данной лампы, видно, что немножко приподнялась. Это опять же говорю о том, что обязательно фары регулируйте. Если у вас с одними лампами регулировка была нормальная, то после установки других, естественно, она изменится. Поэтому всегда надо регулировать фары после замены ламп. Иногда даже с галогеновых на галогеновые. Все, ребят. Теперь моя задача будет сейчас визуально взять и промерить люксметром не только яркость в нижних точках, но и в точках, отвечающих за ослепление. Соответственно, в 12, 13 и в 14 точки. Для этого, естественно, фары отрегулирую и сделаю замеры. И тогда у нас будут данные не только по освещенности, но и по ослеплению при использовании данной лампы. И, ребят, для замера ослепления я уже рассказывал в каком-то видео, что сделаю специальный, так сказать, чехол на люксметр. Для того, чтобы убрать паразитную засветку от самого экрана, чтобы, как говорится, данные по ослеплению были максимально точными. Все, пошел измерять. Итак, галогеновая лампа OSRAM. И теперь замер точек ослепления. Итак, светодиодная лампа Philips Altinon 9000. И, ребят, горячо любимая многими K8C тоже я еще оставлю в фару от Duster. И тоже будем проверять, как она светит. И, самое главное, как она слепит. Лампа K8C после 15 минут работы. И ослепляющие точки для лампы K8C. Итак, лампа T7 после 20 минут работы в закрытой фаре. КОНБИКИeries 76, ровно 95,80 140, ровно 271 146,70 65,90 До тока 12 3,36 Тока 13 384 exaggeration итак друзья давайте обсудим полученные результаты ну первое те люди которые поставили к 8c рассказывают что им никто не моргает и она никого не слепит ну мягко говоря так заблуждается как вы видите по результатам еще как слепят и где-то в четыре раза сильнее чем скажем так более качественные лампы чем галоген и дело тут конечно не только в вот именно в более крупном чипе чем у филипса еще играет роль и цвет цвет лампы то есть не очень удачно выбран цвет я когда-то сниму видео которое показывает насколько сильно влияет вот покраска цоколя вот такого белым светом насколько она ухудшает цвет синевую границу данные как говорится соберу и покажу вам что красить лампы в белый цвет не очень хорошая затея вот поэтому собственно филипс он гораздо более темный но про это будет отдельное видео я как говорится расскажу и второй момент опять же очень сильно заблуждаются тел люди которые купили вот такую лампу там за 3000 и говорят что нет никакой разницы между лампами philips там за 15 за 20 тысяч разница есть вы как раз как говорится экономите на лампе но встречным прилетает там примерно в четыре раза больше света касаемо лампы т7 которые мы получили такие данные что в принципе она ослепляет встречных также мало как и более качественная лампа philips это в общем-то заслуга ее маленького чипа более темной конструкции я уже так в целом вам говорю и очень адекватной мощности и очень адекватной мощности поэтому по ослеплению как вы видим эта лампа практически вот вровень с philips чуть и чуть больше по мощности по яркости она все-таки немного проигрывает лампе philips за счет того что я подозреваю это мы сейчас будем проверять мне кажется здесь температурные режимы гораздо так сказать хуже гораздо выше температуры чем здесь все-таки размер системы охлаждения как говорится мы можем наглядно видеть так сказать вот просто сравнив визуально лампы вот сейчас будем с этим разбираться но в целом в целом philips доказал свою как говорится свое лидерство которое вот я ставлю его на первое место и еще раз вам показываю что как говорится philips must have если можете купить как говорится купите t7 выглядит тоже классно по той причине что ребят при ее стоимости при ее стоимости ну очень хорошие результаты действительно отсутствие ослепления да конечно придется повозиться ее тоже надо ставить надо ставить с умом надо смотреть там немножко как говорится играться со светосиневой границей хоть и здесь нет никаких регулировок но я вам тоже скажу что я не просто ее так поставил я поставил так по ее туда-сюда по наклонял посмещал то есть это у меня все было хоть видео я как говорится это и не не указывал вот говорю вам на словах то есть все-таки надо руки приложить посмотреть чтобы найти идеальное положение данной лампы и так друзья вот все у нас готово к температурному тесту три лампочки я здесь прям специально расположил так чтобы желательно они друг на друга не дули слева к 8 c справа как видите philips и посередине t7 здесь у нас есть тепловизор с некоторых пор приобрел прям очень рад здесь три точки r1 r2 r3 это я специально выделил области чтобы вот здесь вот можно было наблюдать за максимальной температурой вот здесь максимум 28 это температура лампы давknight максимум 31 и 7 r2 это у нас т7 и собственно максимум 26 и 5 это лампа philips вот она справа страны так в принципе надо включить и наверное сейчас будем смотреть сравнительно что у нас будет по температурам и уже делать выводы так включаем два лабораторника тоже хорошо что они мне теперь есть два делаем это одновременно вот они все три горят и давайте смотреть что у нас будет здесь получаться и так ну принципе принципе мы видим по цвету по цвету ребят что т7 конечно из-за своего размера тут же начинает набирать градусы 85 86 уже вот посмотрите уже 91 когда у давknight 65 а у philips 55 то есть philips самая холодная лампа вот она у нас извините показываю может быть не очень качественно но и в целом мы видим что т7 уже завалила за 166-107 градусов а проработала она секунд 30-40 не больше ну давайте подождем посмотрим что будет дальше температура между тем уже 113-115 градусов и это прям не предел судя по тому что она очень быстро растет обратите внимание ребят прошло несколько минут температура 123 градусов вот сейчас она только только чуть-чуть притормозилась на давknight 73 на philips и ребят 62 вот как говорится почувствуйте разницу 62 63 23 124 градуса и это только только как говорится начало прошло буквально наверное минуты три может быть четыре смотрите что мы видим мы видим ребят что 124 градуса вот здесь вот написано видно что лампа уперлась свои так сказать ограничитель теплоконтроль у нее сработало и отрубил лампу то есть стала снижаться мощность активно чтобы не превышать вот эту 124 градуса температуру тем временем у давknight она по чуть-чуть продолжает все-таки расти но как вы видите гораздо просто гораздо меньше там 76 градусов а у philips еще на 10 градусов меньше за что как говорится отдельный респект инженерам philips видите она даже по цвету самая такая темная получилось и если мы посмотрим вот сюда то мы увидим что 22 ватта она сейчас потребляет т7 фаре она при работе на еще меньше потреблял соответственно термоконтроль из-за более худших условий потому что здесь у нас на открытом пространстве все тестируется а фаре то естественно там все закрыто было закрыто было именно крышкой вот кстати как выглядит внутренности фара если что и за счет этого термоконтроль еще больше ее душу по мощности но замеры я делаю исходя из мощности 20 ватт так возвращаемся сюда обратно уже пять с лишним минут прошло но в целом ребят вот видим что 24 градуса и в общем-то дальше она не растет именно за счет того что термоконтроль все-таки отрубает чип на так сказать вот этой температуре и так что можно сказать после температурных тестов про данную лампу видно что система охлаждения настолько здесь мало ее как говорится уменьшили в угоду вот этой компактности что лампа даже на воздухе то есть просто без фары упирается в термоконтроль в отличие от вот этих других фар ламп которые даже в термоконтроль не уперлись потому что там 74 60 градусов это явно гораздо меньше чем там было бы если бы они работали внутри закрытой фаре и поэтому собственно до предела термоконтроля на открытом воздухе с неограниченным количеством воздуха эти лампы даже не дошли в отличие от этой лампы которая моментально как говорится через там уже буквально минуту полторы уже туда как говорится уперлась все от эта плата за компа второй вариант ребят это использовать там где ее где использовать вот такие лампы нельзя как бы и у вас не получается за просто запихать вот эту систему негде ее разместить тогда берем и используем данную лампу чем у philips а потому что philips работает все-таки гораздо светодиодный чип гораздо более холодных условиях а светоотдача светодиодного чипа чем температура ниже тем она выше чем выше тем хуже поэтому ребят вытекает собственно из полученных данных а какое использование данной лампы в идеале ее использовать вот в конструкциях поворотного света то есть у многих есть дополнительные секции фарах там как раз очень как правило мало места вот у меня посад был бы 6 там как раз фаре была отдельная секция под лампу h7 для подсветки поворотов вот такие вот кратковременные скажем так режимы как раз для данной лампы это наверное ну идеальный как говорится вариант использования и ребят я покопался в интернете ради интереса все-таки нашел даташит на очень похожий светодиод не скажу что он точно такой же но все-таки очень похожий для того чтобы посмотреть какие тепловые режимы производитель светодиода в общем-то считает нормальным и там указано следующее вот на вашем экране вывожу то что я нашел там в одном месте указано 125 градусов и видно что вот по ходу дела производитель действительно на 125 градусов как на предельное значение действительно ориентировался во втором месте там указано 150 150 это конечно прям совсем много и если из вас есть прям специалисты и которые разберутся все-таки какая температура более важна напишите пожалуйста мне в комментариях обратную связь я с удовольствием почитаю и сам как говорится в этом вопросе буду лучше разбираться поэтому видно что лампа работает на пределе и в идеале конечно что-то что-то еще придумать с охлаждением как-то подумать здесь вентилятор есть но может быть по-другому может быть еще тепловые трубки какие-то может быть ну в общем надо еще подумать но если у вас выбора нету и цена и действительно очень небольшая на данный момент это мастхэв для тех кто использует лампы аж 70 какими-то переходниками это владельцы фордов фокусов владельцы там куча-куча-куча корейцев у которых лампа ставится через переходники вот это в общем-то тот вариант который скорее всего как говорится будет гораздо более удобен чем пытаться вкорячить вот такую вот лампу бандуру ну еще к тому же она действительно слепит вы сами видели она достаточно сильно слепит встречный все ребят это вся информация которую я вам как говорится насобирал нашел на исследовал по лампам т7 в целом лампы очень приятное впечатление составили может быть действительно еще вариант было бы неплохо придумать вариант с более теплым свечением то есть был чтобы был вариант выбора вот в целом видно что это уже некий такой шаг вперед к менее атюризации ламп чтобы они были действительно похожи как обычная галогенка и их можно было поставить везде поэтому must have в тестах на ослепление она показала себя просто идеальной лампой для рефлекторных фар как раз там где не нужна большая мощность мне ребят очень понравился производитель в общем-то дает гарантию на эту лампу поэтому вроде как чуть чуть проще можно к относиться к покупке данной лампы он об этом собственно заявляет на странице продавца как раз есть информация о гарантии если что ссылка на лампу будет в описании переходите и собственно если кому интересно и актуально приобретайте также ребят напишите вот варианты использования таких сверх компактных ламп на каких автомобилях как говорится вот они вам кажутся наиболее уместными очень будет интересно почитать потому что сам знаю что очень часто сталкивался что нужно вот именно такая лампа как говорится максимально похожая на галогенку и это был обзор светодиодные лампы t7 обязательно буду держать вас в курсе всех новинок автосвета с вами был андрей финашин и до новых видео пока